Здравствуйте! Узбекистан, в Сауде-Арабском, в Сауде-Арабском, я хочу сказать, что мы проиграли игру, в которой футбол такой, где-то справедливо, не справедливо, сейчас об этом не будет судить, но, к сожалению, только что столько народу пришло поболеть за нас, но мы, к сожалению, не смогли сделать радость, поэтому от лица команды я откинувшись, извинения болельщикам, которые сегодня были здесь, и плюс весь Узбекистан желал победы. Наверное, мы больше желали, больше, чем мы, и тут тоже желать нельзя, поэтому, но, к сожалению, игра так сложилась, как она сложилась, и результат плачевный для нас, но жизнь продолжается, у нас, я думаю, что есть возможность там так же дать бой, и, конечно, шанты и шеи, это хорошо. Участливо, сегодня мы потеряли игру, но мы пытались намного, в футболе на футболе, Ну, на первый вопрос, я думаю, что Мураров сыграл очень прилично, несмотря на то, что и перелет, и поздно приехал, я думаю, что он справился. Другое дело, что мы во втором тайме перешли на 2-1 и перешли на длинные передачи. Просто эмоции захлестнули, ребят, если бы разом включили бы, я об этом им сказал, мы бы эту игру, конечно, выиграли. Просто эмоции захлестнули, и ребята все пытались порадовать болельщиков, забить еще, и вместо того, чтобы кладнокровно довести игру до конца, ну, на эмоции сделали вот такие ошибки непростительные. Сегодня я бы сказал, что Шамрел играл очень хорошо. Я думаю, что это была правая решение, чтобы не поместить его раньше с Киргиев. Он играл очень хорошо. Но, вы знаете, проблема была эта эмоция. Друзья, я думаю, не успел удалить их эмоции. Чтобы удалить эмоции, мы пытались оттекать большинство эмоций, и это был проблема. Поэтому я думаю, что это был основной проблемой, что они не могли уничтожить эмоции, когда мы победили 2-1. Ага. Какие индивидуальные сильные технические футболисты? В чем мы лично? Ну, вы заметили правильно там в первом тайме просто грубые ошибки, которые у нас произошли. Но это связано, ну, я не знаю, просто футболист, может, волновался, поэтому совершили такие ошибки. Я не думаю, что мы там провалили сзади. Просто вы же видели первый гол в пенальти, который на ровном месте, второй отрикошетил, там просто ударили. Поэтому сложно сейчас сказать про горячим следам. Надо посмотреть внимательно и потом принять какие-то решения по этому поводу. Просто за этот короткий срок надо было перестроить команду, поэтому еще до конца защитная линия, может, не выполнять те функции, которые на нее возложены. Больше играем в атаку, конечно, но сзади, поэтому допускаем моментами какие-то ошибки. Я не думаю, что защитная игра играла так, только в первом тайме, когда Сауди Аравия получила пенальти. Это был очень простой ошибок нашего защитника. Но в целом, я не могу сказать, что защитная игра играла очень хорошо. Второй гол, это тоже, когда у нас на рандом гол, это ударило нашу защитную игру и пошло на ногу. Я не могу сказать, что защитная игра играла очень хорошо. Но вы тоже принимаете контакты, мы не можем сделать так много времени, чтобы реформировать команду. Поэтому я думаю, что мы более противный футбол играли, поэтому это может быть небольшой ошибок в защите. Не было ли ошибкой использовать Ахмедов в защите? Не думаешь, что защитить его не хватит? Ну, сейчас можно после того, как проиграли, сказать, может, ты ошиблась, а если выиграли, значит, не ошиблась. Просто... Возвитание полузащитники явно переборщили с прессингом в том плане, что когда отбирали, быстро потеряли мяч, все время переходили на длинные передачи, вместо того, чтобы расстаться, встать на свои позиции и спокойно поддержать мяч. А так, поэтому сложилось такое впечатление. Итак, Ахмедов, как центральный бэк, я думаю, играл очень хорошо. Он не получил большую ошибку, но проблема была в мяч, в мячах, в мячах, чтобы держать мяч, они пытались играть с мячами, и это был основной проблем для нашей команды. Если вы, например, получили positive результаты сегодня, вы скажете, что Ахмедов играл очень хорошо в защите, как центральный бэк. Вадим Карленович, а не думаете, что после вашего перехода сборная, центр обороны едят достаточно высокие парни, чтобы обороняться на стороне бэк? Ну, понятно, что возможно, в этом это тоже есть, но вы назовете, кто будет играть в высокий у нас? Просто я, может, не всех защитников знаю, вы имеете в виду Кремца? Кремец, да. Ну, Кремец, возможно, да, но на данный период просто мы играем дома, надо в атаку идти, потом у Кремца просто есть один нюанс, небольшая скорость, понимаете, стартовая. Поэтому дома, когда играешь, больше в атаку идешь, можно получить контратаку, а с его скоростными действиями, в том плане, что будут контратаковать, поэтому мы вынуждены пока вот так. Но, опять-таки, я говорю, в становлении команды идет, пока в дальнейшем будем смотреть, как это будет происходить. Так что вопрос о том, что мы в нашей скорости не имеем в дальнейшем. Сейчас мы имеем в дальнейшем, как Иго Кремец, который имеет дальнейшем с дальнейшем, но он не очень быстро, чтобы сохранить и защищать, чтобы защищать и защищать противоположные противоположные противоположные. Поэтому мы называем, что мы можем атаковать больше, но когда мы противоположные, то, что с дальнейшем, то, что с дальнейшем тоже будет быстрее. Но Иго Кремец, я не могу сказать, что сейчас, что у нас есть быстрее. Так что, как я уже говорил, мы только в процессе реформирования, поэтому я думаю, что это будет некоторое время. Спасибо. Я думаю, что мы не можем добить, они в скорости выше, они в четвергике выше, они более содержательно играли и более экономично тратили силы. Мы за счет единоборства выигрывали во всех пяти, во всех полях. И в середине, и на единоборстве, я тебе кураж радую, мы показали бой. Каждый пятник будет бой. Но это второй раз за историю, вашу историю, мы, введя 2-1 проиграли 3-2 сегодня у нас в нашем футболе сил не хватает в носу сил не хватает или у ребят была самоуверенность такая наступает каждый раз синдром 2-1 победы как это еще можно Эмираты мы также хотим проиграть и мы, я удивился сразу в последние 20 минут играли этого вот превосходства нашего нашего большого желания и я тебе хорошо бумил как это сказать, парень? ну я понял, да действительно, я же нам говорю, эмоции преобладали над разумом, мы постоянно пытались дожать и такое ощущение сложилось, что мы обязательно должны забить третий мяч, как-то нас куда-то гнали но опять-таки я хотел бы благодарить ребят, они все выложились в течение обстоятельств так получилось, как бы не знаю несчастный случай, как это происходит почему-то нам никогда такого не было в моей истории, чтобы так мы смогли переломить какой-то ход игры удачное стечение обстоятельств вы же видели, во втором тайме они в принципе-то моментов не было по большому счету когда мы говорим про защитную линию какие-то проблемы да, мы пропустили три мяча но все они какие-то вышли из нелогичных ситуаций просто стечение обстоятельств ничего не предвещало у нас было гораздо больше моментов мы, к сожалению, их не смогли реализовать что-то вопрос мы доминировали и у нас очень большие преимущества но, по крайней мере, мы победили сегодня что-то проблема? я думаю, это как-то синдром для игроков, которые не имеют достаточно характеристики для поддержки и ответы, как я сказал, это как-то эмоционально потому что последние 20 минуты например, Салия Ареева не было слишком большим способом но, по крайней мере, Мы смотрели, что они хотели победить третьего гола, и это был вопрос. И я думаю, что это самый принципиальный момент, психологический и эмоциональный момент. Если они пытаются улучшить этот aspect, я думаю, что в будущем мы сможем выполнить лучше. Спасибо, Ахаргисов. Один королевич, просто не хочет, чтобы давить на вас и навязать такие обидные проявления, закальные такие именно моменты привели к этому. Но все-таки я спрошу, вы не опоздали от свежести групп после семидесятого момента оборонительные порядки? Мы как раз и поменяли это. Машарипова выпустили Хомравил в середину, чтобы как раз уплотнить середину, потому что они выпускали нападающих все больше и больше. Я же говорю, в этой ситуации просто эмоции захлестнули. Мы все время продолжали играть в этот футбол. Неразумно играли, особенно впереди. Не дрожили мячом. Они там всего четыре человека защищались. Мы куда-то торопились, простреливали, куда-то бежали. Все на эмоциях. Болельщики подогревали этот шум. И футболисты на эмоциях делали вот эти ошибки. Все время вперед бежали, бежали. И крайние защитники, как вы их уже видели, надо, не надо, подключались. Создавали эффект такой заполняемости. Но прострелы, а потом контратака наоборот. Это же понятное дело, что если подбора нет. Поэтому Хомравил выпустили для того, чтобы более успокоить игру. Но, к сожалению, вот этот второй мяч, который пришел из ничего, в принципе. Середины поля ударили. Спину попало и срикошетило. И, конечно, это надломило, я думаю, психологически ребят. А потом третий мяч. Вообще непонятно. Такой футбол, к сожалению. Такой вопрос. Как вы думаете, что это лучшее выбор для защиты? И, конечно, мы пытаемся защитить. Например, мы пытаемся защитить. Например, мы поставили Хомравил в мид-филь. Чтобы стадиться к байлу. Чтобы solidить мид-филь зону. Но, как я сказал, я напоминаю это. Особенно эмоции. как я вижу, мы на втором и третьем пыль не могли быть в порядке логики, потому что в последний раз логики были логиков, а просто логики. Поэтому, мы можем сказать, что хрупко логики или что игроки были слишком много эмоций? Это были главные проблемы. Это было бы в плане. Я сказал, что вы не думаете, что вы не думаете.